Бассейн дворца спорта «Химик» в минувшие выходные стал площадкой для проведения массовых соревнований по плаванию среди спортсменов-любителей. Организаторы масштабного заплыва партия «Союза труда» такого ажиотажа не ожидали. В шапочке для плавания и купальные костюмы переоделись более 150 человек. Самое главное – шутят пловцы не поскользнуться на старте. Без этого вовремя добраться до финиша точно не получится. А это основной критерий отбора победителей. Судьи внимательно следят за процессом и держат руку на кнопке секундомера. Дистанции у нас сегодня 25 метров вольный стиль, 50 метров вольный стиль и в абсолюте 50 метров в раз и 100 метров вольный стиль. Даже 25 метров могут показаться бесконечными, если выйти на дистанцию без подготовки. Для многих участников плавание – хобби забытое или вовсе еще незнакомое. Так что идти на опережение получается не всегда. Скажите, как у вас впечатление? Тяжело? Плыть. Тяжело. Я потому что недавно только начала плавать. Но почему решили поучаствовать в таком для себя серьезном испытании? Преодоление себя. Преодолеть себя в этот воскресный день пришли люди разных возрастов. Самому старшему плавцу на соревнованиях за Кубок партии Союза труда почти 70 лет. Михаил Ильич о спортивной молодости вспоминает с ностальгией. Говорит, было всякое, но вот плавал редко. В последний раз был в бассейне около трех лет назад. Сейчас решил проверить свою физическую форму. Ну и как вам ваша форма физическая в итоге? Средненькая. Для того, чтобы хорошая форма была, надо постоянно плавать. По другую сторону бассейна, своей очереди, ждут участники помоложе. Они упорством старших товарищей восхищаются и надеются выступить не хуже. Молодцы. То есть плаванию все возрасты покорны. Вы вообще готовились, спортом занимаетесь по жизни, помимо вот таких? По жизни обязательно. Каждый день, бег, плавание и тому подобное. В этом году дворец спорта «Химик» впервые включил в свою программу соревнования за Кубок партии Союза труда. На удивление желающих оказалось так много, что в какой-то момент организаторам пришлось приостановить прием заявок. Мы буквально за две недели объявили о проведении таких мероприятий, желающих приваливать за 150 человек. Мы дальше не стали. Достаточное количество людей мы набрали. Но здесь самое главное участие в соревнованиях. Вы понимаете, мы же не просто проводим соревнования. Многие из них, которые посещают к нам сюда, мы должны пропагандировать здоровый образ жизни. Пропаганда здорового образа жизни – главная задача организаторов. Для большей мотивации, помимо кубков и медалей, победители получили сертификаты на посещение дворца спорта «Химик» со скидкой до конца года. Впрочем, проигравших на соревнованиях нет. В качестве небольшого, но полезного презента все пловцы получили махровые полотенца. Они в таком виде спорта точно пригодятся. Серафима Корша, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидении.